Мы хотим продолжить тему аномальных явлений. Это наиболее спорные вопросы для людей в настоящее время. Мы заранее благодарим вас за сотрудничество и ответы. Итак, какова природа телекинеза? Телекинеза. Может ли это быть доказательством материальности мысли? Да. Возможно ли массовость этого явления и почему оно редко? Вы вспомните начало Писания. Скоро было мусор, лишь потом было сложено все. То есть человечество со временем может овладеть телекинезом этой энергией, и это будет полезное знание для человечества? Вы найдете потерянное. Значит, мы когда-то все умели? Да. Именно 15 тысяч лет назад или? Ранее. Еще раньше. Но профессор Веник утверждает, что телекинез, как и другие аномальные явления, является проявлением бесовской силы. Он прав? Подумайте. Мы считаем, что это ошибочность его заблуждения. Магомед пришел от беса. Христос пришел от дьявола. Нет, конечно. Зачем спрашиваете? Полезен ли ты телекинез для землян и в чем именно он полезен? Ничего потеряли. Значит, найдете. Но если потеряли, значит, он в какое-то время был помехой или не нужен? Нет. Мы говорили о могуществе. Погубивши вас. Хорошо, продолжим дальше. Дайте ваше столкование явлению полтергейстом. Явлению полтергейстом. Что это? Вы не знаете или не можете ответить? Связано с духами умерших или это особое существо, иных измерений, или даже иная цивилизация? И то, и другое. К вам приходят у умерших и приходят другие, помочь или навредить вам. Почему-то добавили вам о борьбе. Борьба идет за вас. И каждый из вас центр этой борьбы. Почему полтергейст иногда похож на людей, типа гномов небольшого роста, а иногда и чаще это якобы пушистое существо, лохматое небольшого роста? Вы видите только то, что хотите. Первое. И второе. Если ты душа умерших, почему она должна пойти не людьми? Согласна. Она не должна похожа быть. А скажите, полтергейст и домовой, это одно и то же? Нет. Полтергейст приходит. Домовой живет. То есть домовой живет и существует в каждой квартире, или все-таки в некоторых? Он житель земли. Житель земли. Он более древний, чем человек? Нет. Появился вместе с человечеством? Нет. Он младше. Младше. Но умственно он более совершенный, или скорее всего нет, да? Как вы считаете, есть люди у вас полные, или нет? Разные люди есть. Но все-таки видно, что домовые существа более примитивные, чем человек. Это так? Да. Они чаще всего добрые, или нейтральные, или злые? Так же, как и вы. Однако им свойственны порой такие качества, могущества, которыми не обладают люди. Это извлечение воды из ниоткуда, поджоги, сила гигантская подчас. Как это у них получается? Подумайте, они используют вас. Они будут совершеннедить. А это значит, что вы создаете эти эффекты? Да, были случаи, когда следили за мальчиком, и видно было, как именно он кидал в неожиданный момент подушку и прочее, или там вещи кидались. Но всегда ли так происходит? Всегда ли сам человек участвует в этом? Пробки-то кто-то выкручивал. Помимо... Поймите, это одно из миров. И там происходит то же, что и у вас. Что есть? Вы найдете ответ. Уберите свою жизнь. Мы говорили вам о ветвях. О множестве ветвей. Каждая ветвь – это жизнь. Мы скажем вам, что вы живете в физическом плане. Но и скажем, что вас пронизывают все миры. Нельзя говорить о тонких и физических мирах. Они есть везде. Вы не ощущаете. Скажите, а чем объясняется порой их шумливо в домах? Чем это провоцируется? Это игра. Не воли. Но это не означает, что люди и данная семья живет плохо? Чем-то провоцирует домового за это? Клюки, соответственно. Вы спрашивали. О плохих и хороших. Мы говорили вам о сети. Если вы плохие, то вы создаете себе подобное. Вы притягиваете подобное. Интересно, что следует предпринимать, чтобы успокоить разбушевавшийся дух? Успокоиться сами. Но люди бывают в панике. Они не способны уже мыслить, когда поджоги начинаются, падает мебель. Как их успокоиться? Успокойтесь сами. И они успокоятся. Мы говорили вам, что они используют вашу мебель. Они купаются в волну страха. Именно страха. Ибо многие приходят вампирами. Мы говорили вам о похожести миров. Вспомните ваш мир и посмотрите, сколько у вас вампиров. Прекрасный ответ. Почему нередко полторгез связан с наличием в семье подростков? Они эмоциональны. Они открытия. Хорошо. Подскажите самый действенный способ, чтобы успокоить или изжить шумный дух. К нам вовскую группу обращаются подчас такими просьбами люди. И нам хочется им помочь. Какой самый действенный способ? Самый первый – успокоиться. Не обращать внимания. Согласитесь. Если вы будете кому-то надоедать, и чем больше он появляет реакцию, то вам интересно. Да, это так оно и есть. Но интересно, почему церковные ритуалы иногда помогают, а чаще не помогают? Мы говорили о разах. К вам приходят многие. Первое. И второе. Чаще вас посвящают души умерших. Если бы он верил в Бога, мы ответили вам. Понятно, то он может успокоиться. А скажите, обязательно души умерших – это наш родственник, который прекрасно знает эту семью? Или это может просто… Нет. Случайно своей, да? Случайно не бывает. Случайно, но как-то связан кармически с этой семьей, так что ли? Нет. Как вы знакомитесь? Ну да, бывает, что случайно, но какая-то закономерность все-таки существует, видимо, в знакомстве. Он ищет подобное. И вот для многих полтергейст – это скрытые чувства, которые по шиню его мечты. Скажите, если кресты, ладан иногда помогают изжить полтергейст, значит, он действительно происходит от сатаны, мы можем сделать такой вывод? Чаще, да. То есть, сущности вполне бесовские могут прийти, недобрые? Ты бы не понял, мы говорили о добрых и плохих, но я вам скажу, злое приходит тоже добро. Интересно, как рождаются, материализуются записки от полтергейстов? Я с такими случаями сталкивался. Они что, понимают и грамоту? Все, что понимаете вы. Мы говорили вам, они питаются вами и пользуются вашей энергией. Но спросите внимательно, что ощущают люди после его? Да, мы не расспрашивали, но страх – определенный страх. Страх и потеря сил. Потеря сил, да. Дальше. Полтергейст в Подмосковье мог предсказывать некоторые явления, то есть приезд родных, несчастья, и они сбывались. Откуда же они знают будущее людей? Все просто, все в мире движется. Но они знают о приезде, потому что могут проследить мысли чужих людей на Волге, если кто-то собрался в гости в Подмосковье. Так что ли? Вы внимательны. Мы говорили вам, что они пользуются вами. Мы говорили вам, что вы знаете многое. Но мы не улавляем хотя приезд гостей. Увы, не управляем. Они не управляемы тоже. Но они находятся там, где много можно видеть. Хорошо. В нам известен случай, когда в Веловинском районе происходили возгорания вещей в присутствии девочки. Почему это происходило? Мы говорили вам, спасите девочку. Встречалась ли она с огнем? Я с ним встречался, но она не знает, как это загорается у нее. Даже влажное полотенце в руках. Вы не поняли. Пусть она вспомнит, когда впервые испугалась огня. Она, страх перед огнем в ней существует, да? Скажите, как можно нейтрализовать такой опасный повтор весь с огнем? Мы говорили вам. Спокойствие. И убрать все факторы страха. Действительно ли, что лучший способ, это подружиться с полтергейстом, оказываем ему знаки внимания? И да, и нет. Мы говорили вам. От черной силы. Подружитесь, чтобы вы получите. Вы найдете силу остаться чистыми. Логично. Одна семья из Улюпинской постоянно просит у нас по помощи спасения полтергейста. Там даже погиб человек. Сейчас внуку плохо. Они, правда, врачеватели, но хотят избавиться от полтергейста. Видимо, это не удастся, потому что полтергейст сатаны происходит. Вы эту ситуацию знаете? Мы говорили вам. К вам приходят и хорошие плохи. Но мы и сказали вам. В вашем понятии все от бесов. То есть, получается, как к нему относиться, так вам будет относиться к тебе? Нет. Вы добром победите зло. Только и всего. Сатурик зло, она будет ждать вщения. И она будет радаться этому. Если бы вы не дали ей этой радости, она уйдет. Угу. Вот семья из Улюпинска. Как ей помочь? Там действительно они в панике все. Что им посоветовать? Ничего. Они сами догадаются? Или будут погибать по одиночке? Мы говорили вам об испытаниях. Если они хотят погибнуть, они погибнут. Будьте внимательно. Мы говорили вам, что вы не интересуетесь. Физически. Вы интересуетесь только духовно. И придя к вам, многие питаются вами. Что делаем и мы. Но мы помимо этого и даем. Приходят вампиры и поедают вас. Если вы не хотите защититься, это ваши проблемы. Первое. Второе. Они отказались от помощи. Пусть помнят лучше. То есть вы знаете эту ситуацию? Нам тоже кажется, что они... Спрашиваю. Хорошо. Какой срок жизни существа полтергейстного типа? Здесь нельзя говорить о сроках. Он живет только тогда, когда вы знаете Эню. Не знаю и не замечая его. Он и живет. То есть если у меня в семье... Мы говорили вам, что вы рождаете. Я хочу спросить. Вы же сейчас сказали, что вы питаетесь нами. Какое-либо физиологическое воздействие происходит на нас во время этих контактов? Продумайте. Если вы понимаете нас, у вас работает зрение, у вас работает слух, у вас работают эмоции. Разве не оставят никакого следа? Хорошо. Отсюда у тебя еще такой вопрос. То есть у вас действия положительные или отрицательные? Мы говорили о сите. Мы говорили вам о полтергейсте. Мы говорили, что что несете, то и получите. Если вы хотите зло, вы получите зло. Мы говорили вам. Вспомните. Любая ваша вещь может сделать добро и зло. Что обвинять? Вас или вещь? Вы правы. Скажите, имеете ли вы контакты с полтергейстными сущностями? Нет. Вам эти контакты не интересны? Нет. Они бездуховные. Мы говорили, что они питаются вами. Если хотите, это животные. Животные из других миров. И многие из них возобнили себя хозяинами. Это с ними битва идет? Нет. С нами? Нет. Между другими цивилизациями? Нет. В вашем понятии добром и злом. Ага. Ясно. Был Бог. В вашем понятии. И были боги. В ваших понятиях. И один из них возобнил себя. Ну, нам тоже представляется, что полтергейст не способен к творчеству и созиданию. Поэтому он не интересен не только вам, но и нам, как разновидность иного мира. Мы правы в этом? Вы говорили о влете. Вам интересен влете? Нет. Почему спрашиваете? Ну, нам просто странно, что помимо нас кто-то, оказывается, существует в мире мира. Да. И вот с этой точки зрения... Вы живете множество миров. Вы топчете множество миров, уничтожаете множество миров и не задумайтесь о странностях. Вы питаетесь множеством миров и не думаете об этом. Почему беспокоит это вас? Ну, это неосознанно мы топчем другие миры. Разве вы неосознанно топчете себя? Вот так хотите сказать? Не знаю. Спрашиваю. Скажите, есть ли вообще-то чему нам у полтергейста поучиться и чему именно? Умение управлять. То есть это они обладели, да? Слушайте внимательно. Мы говорили вам, что они питаются вами. Мы говорили, вы говорили о творчестве. Да. Они не умеют. Но они находятся в мире, где нет вашей логики. Вы же понимаете только интуивно. Они живут в том мире и вам научиться надо жить только там. Только это. Не более. Все остальное они прямо со злом. Ясно. Перейдем к другой теме. Возможно ли общение с душами умерших людей? Хоть это говорилось, но мы повторно ряд вопросов есть. Возможно, общение? Вы нелогичны. Вы говорили о полтергейсте, как о прошлых душах. И теперь спрашиваете. Но мы уже говорим о людях. Полтергейст для нас, может быть, и не люди. Сейчас только узнали, что это и люди могут быть. Да. Скажите, многие ли умерших хотели бы и стремятся к общению с нами, с живыми? Все, кто остался здесь. В каком смысле остался здесь? Не же ушли вы на мир? Мы говорили о параллельных миров. Мы говорили, что в Испании есть множество миров. Практически все не уходили. Они остались здесь. То есть только малое число ушло далее. То есть они действительно стремятся к общению с нами, но это не получается? Многие хотят помочь вам. Другие хотят, чтобы вы получили то же, что и он. И забили. Скажите, от чего больше, пользы или вреда от расширения возможностей по общению с душами умерших? И да, и нет. Что примете вы, то и получите. Но нам кажется, что человечество бы выиграло. Мы говорили вам о врагах. Мы говорили вам, любителей. Мы говорили вам о помощи несущей врага. Если вы научитесь видеть это, то вы поймете, что любое зло приносит тоже пользу. Но кажется, что мы бы выиграли, если бы научились общаться с потусторонним миром, и много бы узнали о мире вокруг нас. Вы не знаете свой мир. И теперь хотите узнать другой, не познав свой. Человекство приближается к возможности общения с потусторонним миром, как нам кажется, поскольку эти контакты стали более массовыми. Вам кажется. То есть и раньше они были? Они не прекращались. Они начинают с первого умершего. Вспомните. Ваши истории. Какую именно историю? Мы говорили о историях. Мы говорили не конкретно о вас. Подумайте. Почему были созданы религии? И найдите мне хоть одну веру, где отрицалась подсторонняя жизнь. Да, вы правы. Везде есть, этот элемент присутствует. Почему? Мы... Все, кто не ушли, хотят разговаривать с вами. Да, у тебя есть вопрос. То, что умершие могли бы о многом неизвестном для нас поведать, предупредить, подсказать, и это бы сыграло для прогресса человечества определенную роль. Как вы это оцениваете, подобную связь миров? Подумайте. Это те же люди, только умершие. Много ли они знают больше вас? Но зато они увидели мир уже в двух измерениях. В материальном и каком-то духовном, который для нас недоступен. Если бы они увидели много больше вас, они бы ушли, но не остались. Или столько мало числа ушло, и еще меньшее число осталось, чтобы помочь вам. Все остальные ищут в себе оправдания, собеседника или мстят. А куда ушло? Куда ушло этот час человечества? В звезды? В космос? Мы говорили вам о единственном миру. Мы скажем вам, что вы, в заключении, вы оградили себя от другого мира. Уходят в другие миры? Нет. Они уходят из заключения. Уходят гениальные люди или обычные, посредственные? Мы говорим о духовных. То есть, духовно продвинутые уходят? Подумайте. Бывают и злые гени. Да. Кто выпустит их с темниц? Их не выпускают? Нет. Угу. Нам кажется, что преступность пошла бы резко на убыль, если б убитый мог бы после смерти рассказать об убийцах или их мотивах. Мы ошибаемся? Да. Ну, разве зло должно не наказываться в этом мире? Вы даете наказание? Вы поймете это? Ну, хотя бы в мире человеческом, цивилизованном наказание должно быть серьезное зло. Значит, у нас не будет... Вы наказываете только физически. Вы не сражаете плод и не ведаете, что основной преступник остался жив и достанет все вашим детям. Так его что, ни Бог не покарает, ни сатана? Вы тем нет. не сражаете. А как Вы скажете насчет самоубийства? Любое убийство карается. Вы говорили о абортах. Вы спрашивали и говорили, что Вам дали новое. Подумайте. По Вашим понятиям через 21 день только вставляется душа. Согласитесь? По Вашим понятиям до 21 дня можно убивать, это не будет караться. Вы согласны? Ну, это, возможно, наше заблуждение. Вы говорите, что никаких 21 дня нету. Нелогично. Вы знали от 21 дня и спрашивали об работе. И подумайте. До этого срока Вы могли бы убивать. Мы Вам сказали сроков нашествую. Мы Вам говорили, что любое убийство является убийством. И независимо, кто убил Вас. Вы сами или кто другой. Угу. А здесь такие вещи, допустим, убийство, единственная цель, как избавление, допустим, общества или кого-либо от зла. Вы не внимательны. тоже наказывается. Вы не внимательны. Мы говорили Вам, что основной преступник жив. И Вы свои заботы перекладываете на заботы детей. И при этом преступник ужесточается. Хорошо, спасибо. Это на кое-что открывает глаза. То есть обмена смертной казни это благо для человечества? Нет. А почему? Вы сами нелогичны сейчас. Разве? Нет. Подумайте сами. Продолжим. Газета «Аномалия» несколько раз публиковала диалоги с душой умершего Олега Даля. Многие указывают на… Ну, хотели Вас попоминать. Скажите просто. Имели контакт? Не называя Даля? Много указано то, что медиумы общаются именно с ним. Это так? И да, и нет. Мы говорили Вам о лжи. О реальности. Помните? Да, да, да. То есть под этой… под этим именем могут… Поймите. Многое можно понять как ложь. Но мы говорили Вам, что мозг понимает за реальность. И только эта ложь карается. То есть всерьез, брать тантаты… Вы не поняли? Да. Разъясните. Мы говорили Вам, что мозг понимает реально все. И даже обманув кого-то, Вы не будете караться за это. Ибо он может понять это за правду. Но Вы будете наказаны за то, что обманывали себя. Любая ложь прежде обманывает себя. Вы поняли? Далее. Множество контактов ложны. В Вашем понятии. Все они реальны для мозга. Будьте внимательны. И помните. Мы говорили Вам, что нет лжи. Правда. В одном из тибетских монастырей одной личности была сделана хирургическая операция на мозге его. После этого он стал видеть ауру человека. Такие операции возможны? Метро вреду Вам. В духу. Все остальное. Протез. Научитесь видеть сами. Тогда не понадобится ни операции, ни кристаллов. Ну, значит, в нашем мозге этот орган задействован. Его надо просто открыть. Да. И это возможно физически, а не духовно. Это протез. И много ли Вы увидите? Если Вы имеете протез, много ли Вы сделаете? Да, но не имея протеза тоже нельзя сделать. У Вас есть все. Но мы не умеем сейчас это использовать? Ребенок рождается. Не умеет пользоваться. Но он учится. Хорошо, спасибо. Это... речь идет, видимо, о третьем глазе. Это действительно атавистический орган. Назовите мне пример атавистического органа. Ну, якобы хвост, тела, который существовал у человека. Он есть у вас? Нет, но, возможно, был копчик остатки этого хвоста. Вы принимаете физически. Многие несут хвосты. Их видят только те, кто видит аут. Хвост. Это Ваши долги. Угу. Первый. Второй. Мы говорили тюре дали. И говорили о ее полуверенности. Вы помните? Да. Вы помните ответ? Нет. Мы говорили Вам, что Вы пришли. Что? Спрашивайте. Я наблюдаю за контактом с потусторонним миром девушки из Волгограда. Она действительно общается или это ее фантазии? Мне верно имя. Ну, имя мы не упоминали. Ее из потустороннего мира зовут Мария. На самом деле она Элина. Она действительно общается? Вспомните. Как Вы называете стороны монеты? Орел и решка. А что значит? Разве? Аверс? Оверест. Вы его знаете. Откуда? Переводчик. Переводчик читал. И сделал выводы? Нет. Угу. Оверест – это действительно большая личность в потустороннем мире? И да, и нет. Вы можете назвать себя большей личностью. Нет, скорее всего… Для многих Вы большая личность. Но и для многих мало. подумайте. Согласен. Первое. Второе. Это один из миров. Далее. Вы спрашивали. Хорошо. Меня очень волнует такой вопрос. Этой девушке… Этой девушке диктует роман о Христе Михаил Булгаков. Текст… И да, и нет. Мы говорили Вам о лжи. И говорили о реальности. Так, может быть, она сама сочиняет этот роман, не думая о том, что ей… Мы говорили Вам о Единственном мире. Вспомните разговоры о писателе. Ага. Чтоб сейчас уже меркли, что они… Ага. Ну, ей стоит продолжать… Да. Написание романа? Да. Любое движение души надо замечать. И приветствовать. Спрашивай. А поймет ли этот роман, поймет ли человечество, общество, примет ли? Ведь Михаил Булгаков давно умер. Скажите. Булгаков думал об этом, когда писал. О том, что умрет или… Потому что примет. А, о том, что примет человечество? Наверное, нет. Не правил этого. Он просто творил. Вы не правы. Он творил для того, чтобы Вы думали. Чтобы научились дома и понимали. Хорошо. Тут очень щекотливый вопрос. Но его бы надо задать Вам все-таки. У моих знакомых бесследно исчез единственный сын, Алексей Белоконев. Он убит или жив? Жив. Жив? Это радостная вещь была бы. До сих пор его нет, уже несколько месяцев. Где он тогда обитает? Почему он скрылся? Спрашивайте. Да. Вы не скажете? Нет. Скажите, это из-за денег произошло? Мы скажем Вам по-другому. Вы получаете прошлое. Мы говорили Вам об умиранке возвращающем. Мы говорили Вам о прошлых жизнях. Мы говорили Вам, что если Вы убиваете, то в следующей жизни будете убить. Все, что сделали Вы, в следующей жизни получите Вы. То есть Алексей заслужил? Заслужили родителей. Родителей. Понятно. Они жить без... Мы говорили Вам о законах. И говорили Вам об их жестокости. Чаще. Чтобы наказать кого-то, наказывают ближнего. Даже если он не виноват. Понятно. И мне на что надеяться? Алексей не придет? Надежда должна быть всегда. Он умрет тогда, когда Вы перестанете надеяться. Но прошло много времени. Спрашивайте, да. Что Алексей мог бы и хотел сообщить своей маме? Она очень переживает. Дали. Мы ответили Вам. Мать. Ждет только один ответ. Жив. И не жив. Мы ответили Вам, что Вам еще надо. Эту весть можно матери передать, да? Спрашивайте, Дали. Где обитают души умерших? Правда ли, что Луна для них как перевалочный пункт? Нет. Луна всего лишь щит. От чего? Щит, созданный Вами. Созданный Вашей злой волей. Причем? И придет время. И будет разрушен щит. Вы назовете это концом. С видом? Да. Так это планета возмездие заденет Луну? Причем здесь Луна? Причем здесь планета возмездие? Мы говорили Вам о борьбе. И какая разница? Каким орудиям будет уничтожен этот щит? Главный итог. Вы говорили об искуплении. Да. Искупление будет. Но Вы должны заслужить его. И придет конец света в Вашем понятии. Для нас это будет начало. Начало новых жизней. Да. Вы ждете этого начала с вожделением? И Вы ждете. А Луна появилась десять тысяч лет примерно назад. Значит, не она искусственное создание? Вы невнимательны. Мы говорили о пятнадцати. А, значит пятнадцати. Первое. Второе. Вы говорите о физическом росте. Наверное, тему о Луне надо отдельно с Вами обсудить. Мы сейчас не готовы. Скажите, почему много дезинформации в сообщениях с того света? Мы говорили Вам, что они подобны Вам. Это люди. Только что умершие. И мы говорили Вам, что многие хотят просто поговорить. Вторые излить душу. Третью помочь, как могут. И есть те, которые хотят отомстить. Или те, по принципу, если у меня плохо, то пусть будет и другим. Это и есть ад? Нет. Даже в Вашем понятии не существует ада. Если хотите ад, это где Вы живете. Да. Я пришел к этому заключению. А правда ли, что каждая душа должна пройти очистку в чем-то вроде чистильцы? Что это как крупица воды, которая должна... В Вашем понятии нет. Нет. Ибо Вы понимаете, физическое очистку. В нашем понятии пройдут все. Подробнее, как выглядит чистилище, если оно существует? Как Вы можете представить мир более тонкий, чем Вы? То есть это нам не подвластно? Мы сказали Вам, физически, Вы не пойдете. А в духовное... Вы не поймете. Нас всегда исполнилось 70 лет со дня смерти Ленина. Где его сейчас душа? Здесь. В уголоземном мире? Да. Она бродит и ищет покоя. То есть это ошибка россиян, что тело Ленина не было похоронено? Подумайте сами. Кому Вы поклоняетесь? Вы поклоняетесь трупу. Вы говорили об идолах. И создали его сами. То есть для человечества, для землян, для россиян будет благом, если мы все-таки его похороним в земле. Душа его успокоится? Все должно быть похоронено. Все. Все остальное издевательство. Понятно, спасибо. Его душа тогда успокоится? Нет. Он злодей и поэтому не может успокоиться? Нет. В Вашем понятии. Он злодей. Это вопрос? Да, блин. Он хотел сделать добра. Но не тот путь. И он сейчас видит Ваши? Да. Ему тяжело. Нет. Он видит только тогда, когда Вы его избавите от плоти. То есть его все-таки надо захоронить? Вы сделаете это. Да. И скоро. А действительно ли он хотел добра, а не свои личные цели преследовал? Преследовал? Он преследовал. Назвите мне человеком, который хотел бы зла. Мало среди нас живущих много таких людей, которые под предлогом добра совершают свои корыстные цели какие-либо. Хорошо. Назвите-ка жизненные цели этого человека. Обман. Власть. Власть? Да. Он хотел власть? Вспомните историю. Сталин хотел власть. Разве? Вы видите только это. Скажите, а с Вашей точки зрения Ленина можно считать гениальным человеком или все-таки это достаточно заурядная личность? Подумайте. Перевнуть весь мир, а ты иметь заурядность или гениальность? Но Путин этот признан сейчас ошибочным. Мы говорили Вам о злых гении, мы говорили Вам о зле, мы говорили Вам о добре и о неверном пути. Вы хотели изменить мир физически. Духовную революцию Вы делали? Отвечайте. Россия, духовная революция? При князе, по-моему, это христианство пришло. Оно пришло в Россию? В Русь. Разве? С Византии, да, в Русь. Вы не знаете историю христианства. Так это все, что пишут, это не верно? Иисус пришел в Россию? Нет. Первое. Второе. Вам христианство дало было силы. Да, христианство один из путей. И он приведет к цели, к которой мы идем. Но в начале Вы получили ее силы. И много бед было сотворено. Вспомните. Прошлое. Сколько смертей принесло Вам христианство. И сколько оно еще принесет. Мы говорили Вам о фанатизме. Даже если Вы идете по верной дороге, но фанат, Вы убиты. Скажите, как держаться золотой, так сказать, середины, чтобы ни вправо, ни влево, а прямо? Нет золотой середины. Ни вправо, ни влево. Это стоять на месте. Это быть мертвым. Нет, Вы не с ним делаете. Я говорю, идти по дороге. То есть не сворачивать ни направо, ни налево, а идти прямо, как никуда надо. Вам нужна золотая середина или идти прямо? Вы противоречите себе. Нам нужен верный путь. Зачем спрашивать о середине? Ну, это... Идите. Идите в любую сторону. Что подскажет Вам душа, то и творите. Хорошо. А если опять вернуться к Ленину, то его гениальность нельзя приравнять, как к стечению обстоятельств, то, что, как сейчас выражается, он перевернул мир? Может быть... Согласитесь, увидеть обстоятельства и использовать их нужен ум. Да, но вся гениальность в этом сводится в меньшей степени. Разве? Он сумел подчинить себе обстоятельства. Он использовал их. Как Вы можете рассуждать о гениальности? Как Вы можете составить меры? Кто гениальный, а кто нет? Объясните. И тогда мы дадим Вам ответ. Скажите, возможно ли, чтобы душа Ленина вновь воплотилась? И скоро будет это? Справа. Испавьте его от плоти. Получается, такая судьба и Маму Цзэдуна, который сейчас тоже в сарфаге. Мы говорили Вам о плоти. Мы говорили Вам о душе. Ищущий покой. Вы спрашивали о Рай Карнадзе. Все подчиняется этому. Можно продолжить. Где сейчас обитает душа Сталина? Ведь он захоронен? Вы уверены, что он сейчас не живет? А Вы можете сказать, что он уже воплотился в следующий человек? Я уже сказал. Достаточно для ответа. Спасибо. Но человек, уничтоживший миллионы людей, как это сделал Сталин, может ли сохранить свою душу? Нам казалось, что он должен быть уничтожен. Богом или сатаном? Нет. Мы говорим о бессмертии души. Я говорю о ее уничтожении. Вы не логичны. Угу. Спасибо. Вопрос такой. Вот тут у нас товарищ, переводчик знает, наш общий друг с ним. У меня вопрос такой. А вот если мы в этой жизни тесно связаны между собой, то в прошлой жизни мы также были тесно связаны? И да и нет. Приходят и новые. И старые уходят только тогда, когда оплачены все долги. Угу. А можно поинтересоваться, он старый или новый? Вы считаете нас глупцами? Можно о Сталине. Можно ожидать от его нового воплощения нечто подобного? Мы уже ответили вам. Вам сказать конкретно, что он уже есть. Ну, вы сказали, мы так поняли, что он уже где-то зародился. Зачем туда спрашивали? Но человек, уничтоживший миллионы людей, как это сделал Сталин, может ли сохранить свою душу? Нам казалось, что он должен быть уничтожен. Богом или сатаном? Нет. Мы говорим о бессмертии души, я говорю, о ее уничтожении. Вы не логичны. Угу. Спасибо. Так, вопрос такой. Вот тут у нас товарищ, переводчик знает какой-то, наш общий друг с ним. У меня вопрос такой. А вот если мы в этой жизни тесно связаны между собой, то в прошлой жизни мы также были тесно связаны? И да, и нет. Приходят и новые. И старые уходят только тогда, когда оплачены все долги. Угу. А можно поинтересоваться, он старый или новый? Вы считаете нас глупцами? Можно о Сталине? Можно ожидать от его нового воплощения нечто подобного? Мы уже ответили вам. Вам сказать конкретно, что он уже есть? Ну, вы сказали, и мы так поняли, что он уже где-то зародился. Зачем ты заспрашиваете? Ну, он может быть, он принести, может, зло опять России? Вполне все. Да. Второе. Россия будет страдать долго и много. Но придет время, и она получит благо больше, чем другие, сидящие в тишине. Почему так? Вроде бы... Почему у России такой крест? Судьба такая. Вы недовольны? Нам кажется, что это несправедливо. Вы хотите. Разве? Все должно быть оплачено. Ага. Первое. Второе. Вы мечтали о духовности. Появились трудности, и вы уже не хотите этого. Ну, где же ваши мечты? Почему бы не твердо в решениях? Ну, цена. Слишком много народу страдает в России. Давайте, говорит, о духовных страданиях. Давайте. Вопрос такой, значит. Вот в прошлом разе вы прикнули меня, что я, значит, я сказал, что хочу познать мир. Вы сказали любыми целями, в смысле, средствами. Вот. То есть, делая больно кому-то, это уже, значит, нельзя так. Средства, значит, будут уже плохие, так скажем. Вот применительно к этому вопросу о России. Что вы можете ответить? Вот. Если мы будем страдать ради великой цели, это что? Получается опять цель оправдывать средства? Я вот к этому веду. Нам трудно вам объяснить. Если мы вам скажем, что добро должно быть с кулаками, ведь вы неправильно поймете. Хотя это и так. Далее. Идет борьба. Вы невнимательны. Идет борьба между злом и добро. Ваше понятие. Нашим. А так гораздо выше. Исход этой борьбы решает все. А есть такая мысль, что, значит, мир весь, вечность, короче, придя к чему-то, к одному, допустим, цели, там, к убеждению, переполюсуется и будет уже совершенно другая, так сказать, вечность в другом качестве. Почему вы решаете за все? Нет, я говорю, есть мысль. Есть мысль. Не у меня? Вот именно. Золотись. Только ваша мысль. Назовите мне другого несущей эту мысль. Почему вы чаще говорите о всех, не говоря о себе? Почему в вашем понятии переполюсовка это значит добро, превращающее в зло и зло, превращающее в добро? Почему вы так примитивно рассуждаете? Нет, я не говорю, что в зло. Мы говорим конкретно о вас. Вы поняли достаточно зла. Тема кривого единства меня сейчас в прямую в жизни ставит. Я не знаю, что я делаю. Поэтому уж на всякий случай не делаю ничего иногда. Ничего не делаю. Никогда не получится. Ничего не делаете. Вы делаете то, что ничего не делаете. Вы поняли меня? То есть лучше что-то творить, чем ничего не делать? Любое движение души должно замечаться. Все-таки как-то не хотелось? Далее. Мы говорили о прошлой жизни. Да. Мы говорили вам, что вы поняли достаточно зла. Да, я это слышал. А мы говорили, что зло наказуемо. Да, вы были убийцы. Но вы были и жертвы. Да, были бы добры и были злы. Все в ваших руках. Не более. То есть сейчас у меня происходит выбор для меня быть? Нет. У вас идет пока выбор, что сделать. Угу. Так, заканчивая тему о душах, мы хотим спросить, прав ли Веник считая общение с душами бесовским занятием? Вы спрашивали. Угу. Я ответил вам. Мухаммед пришел от бесов. Все ясно. Спасибо. О путешествиях это другая уже тема. На иные планеты. Они действительно, люди туда транспортировались? Или это происходило только в их сознании и в мозгу? Мы говорим о духовном. Физически. Вы можете оставаться. Но у вас были и физические перелеты. Скажите, путешествовал ли на другую планету мальчик из Капустинояра, Дима Милькин? Нет. Первый. Второй. Вы забываете о наших условиях. Далее мы говорили вам о реальности. Вы, видя беды, хотите обвинить других. Вы говорите, пролетели, украли, боясь признаться, что вы просто были невнимательны и убили сами. Спрашивайте. Ну, то есть, полет мальчика это его фантазия? Мы говорили о реальности. Физически он не летал никуда, вам достаточно этот ответ. Спасибо. В данном случае достаточно. Но у меня есть другая ситуация. Когда сорокалетний мужчина из села, отец восьми детей, сообщает, что он и подробно сообщает, что летал на другую планету. Как относиться к его сообщению? Как относитесь вы? Я с доверием. Вы сито. Первое. Второе. Вас часто обманывают. Я не смогу сказать вам о всех случаях, где была правда и нет. Потому что вы не спросите о них всех. То есть, я часто бываю жертвой обмана, но люди очень искренне рассказывают, и я многим именно верю. Как вы понимаете искренность? Ну, интуитивно я чувствую, что люди не сочиняют. Мы говорили вам о пятом измерении. Мы говорили вам о шестом измерении. Мы говорили вам, что уже многие приходят. И говорили вам, что если вы имеете пятый, вы имеете остальные, более-менее развитые. Вы говорили вам, что разнается новое. Почему вы не доверяете своей интуиции? Что вы хотите? Я... Вы посадили зерно и топчете его. Дайте ему вырасти. Вот как раз я доверяю интуиции и считаю, что человек действительно мне говорил правду о политике. Зачем тогда спрашиваете? Но вы сейчас сказали... Вы хотите увидеть мертвужими глазами. Вы спрашивали. А добрые и зли. Кто мы? Вы помните? Вы помните ответ? Чаще вы хотите верить в то, что вам легче. Мы говорили вам, что вам легче поверить. И причем не потребует никаких доказательств, если мы скажем, что мы от зла. И вам потребуется множество доказательств, чтобы вы поверили, что мы от добра. Почему так? Это наше несовершенство. У вас есть интуиция. У вас ожидается. Новое чувство. Почему вы глупите его? Мы говорили вам. Вспомните. Мы говорили вам о конце света. И говорили, что вы можете сами принести его. Почему вы все понимаете физически? Почему конец света для вас приходит физически? И потому он придел к вам физически. Потому что вы хотели этого. Почему? Это наше несовершенство. Для меня, как журналисту, очень важно не лгать в своих статьях. И как выбрать критерий? Кто правду говорит, а кто фантазирует, а кто просто сумасшедший? Вы нелогичны. Мы говорили вам о лжею правде. Вспомните. Если вы приняли за правду, как вы можете лгать? А, ну так невольное заблуждение не может проститься. Мы говорили вам, что вы в данном случае не лгете. Первое. Второе. Вспомните. Мы говорили вам о лжи, что каждой лжи есть доля правды. Пусть это будет ложь. И вы приняли ложь за правду. Пусть. Но разве это что-то меняет? Может быть, прикрыт. Можно продолжить? Спиритизм. Полезный или вредный? Вредный. Мы говорили уже в раннем начале. Появление полтергейстов. Это одно из видов спиритизма. Первое. Второе. Мы говорили вам о сите. Что примите вы? Если вы чувствуете силу, способность управлять, то действуйте. Но бойтесь. Здесь у вас не найдется сил, и тот дух будет управлять вами. Понятно. Нам такое создалось ощущение, что занятия спиритизмом в отце прошлого века были, они не принесли никакого прогресса человечеству. Это справедливое мнение? Нет. Все не проходит без следов. Ничто. И все проносит пользу. Мы говорили вам, что даже зло проносит пользу, если вы увидите ее. Хорошо. Мы доследованы ответы. Скажите, более объемное видение мира после физической смерти может помочь людям лучше узнать мир? Почему тут нет существенного прогресса? Мы говорили вам, что умершие такие же, как вы. Они живут просто в другом мире. Скажите, если вы поедете в другой город, вы там не были, а в другом мире много ли вам расскажут нового? Скажите, многие великие уносят с собой в могилу свои знания и подчас и нужное человеческое открытие. Следует ли пытаться излечь их от умерших? То есть это их выбор, он справедлив? Мы говорили вам, что умирая, вы становитесь пророками. Мы дали вам ответ. Непонятно, как это становимся пророками. Умирая, вы увидите мир в других красках. Умирая, вы находите на границе, где можете увидеть многое, ибо вы видите сразу множество миров. И потому он не имеет право решать о своих трудах. Попав в тот мир или в этот, не имеет значения. Вы живете в одном мире, и все остальные миры для вас нереальны. Мы говорили вам, что для многих ваш мир тоже является потусторонним. Скажите, вот Эйнштейн сошел свои последние труды и считает, что они преждевременно для человечества. Он поступил гуманно или опрометчиво? Вы повторяетесь. Мы ответили вам только что. То есть это его воля. Понятно. Но нам... Если вам дать совершенство, что вы будете делать с ним? Если вам дать оружие, что вы будете делать с ним? К сожалению, вас зло превратили. Ну, в таком случае психография довольно редка, если духи многие хотели бы выйти на человечество. Вы имеете любой контакт. Это психография. Неважно, говорится это словами. Показываются картинки. Или пишется. Или это рождается в снах. Все это есть психография. И вы все контактируете. Мы говорили вам, что мы не уходили от вас. И заметьте, мы не разу с вами не прощались. Да, верно. Я их подумал вообще-то. Но мы, получается, все время под вашим колпаком? Нет. Мы с закрытыми глазами говорим, да? Мы говорили вам о мирах помилующих вас. Угу. Мы говорим вам о тюрьме. Тюрьма, я так понял? Мы говорим вам, что был Бог и были боги. Один возвысился и создал тюрьму. Это тот, который возвысился, какой-нибудь человек. Вот и внимательно. Мы говорили вам, что вы не только знаете, но и читали ответы. Вспомните. Вы читали ответы. Вспомните ваше писание. Вспомните. И вы найдете. Да, вы правы. Все создано в мифах. Но согласитесь? Если. Сейчас. Написать книгу. На своем мирном языке. Будущее не пойму. И тому к вам приходят знания сказками. Легендами. Да, верно. Скажите, правда ли, что психография связана с контактом человека с творческим индивидуумом из иных миров? Нет. Но многие именно творят. Рукой или памятью или с чем-то. Вспомните. Как вы на лекциях сидите и просто ролики крандашом. Это психографией занимаются души умерших людей или иные миры? Многие. И те и другие? Да. А что, в иных мирах нет иного способа творчества, кроме как выхода на Землю? Мы говорили вам. Различаетесь. Инопланетян. От духов. Вы понимаете различия? Мы говорили вам. Инопланетян те же самые, что и вы. Как они придут к вам? Они приходят к вам примитивно. Они воздействуют на ваш мозг. Они ищут ваши слабые места. И пользуются этим. Скажите. И что вы хотите? К вам придут плотью те, кто не имеет ее? Подумайте, что вы говорите. Вы говорили об умерших. И говорили, а не как о духах. Вы хотите, чтобы они пришли плотью? Да нет, это, наверное, невозможно. А писать приходится плотью. Согласитесь? Согласен. Спрашивайте. Но тогда получается, что в иных мирах не бывает книг, нет картин, нет творчества театрального и так далее. В вашем понятии нет. Ибо нет плоти. Но есть эмоции. Есть в мире эмоции. И вы живете в мире эмоций. И ваши книги всего лишь протез. Согласитесь. Не книги. Создают вам эмоции. А информация в них. Энергия этих книг. Да. Картинка. Но неужели только земной мир обладает возможностью материализовать эмоции, книги, картины? Вы не материализуете. Вы создаете грубые копии. И есть множество миров. Мы говорили вам инопланетян. Вы нелогичны. И не можете все сопоставить. Хорошо не согласны. Здесь согласны. Скажите, такой вопрос. А вот у инопланетян тоже есть душа? Мы говорили вам, что все имеет душу. Почему спрашиваю? Все, любое движение души создает материю. Душа делает движение, создается мысль. Мысль приходит к вам материально. Изменения физологических и осуществления материала. У моего друга из Тольятти, художника, в картинах-видениях преобладает экологическая тема. Своего рода предупреждение о гибели Земли. Почему это происходит? А вы не видите? Видим. Почему спрашиваете? Получается, кто-то в параллельных мирах очень заинтересован, чтобы нас предупредить. Мы говорим о единстве мира. Его картины, значит, несут полезную информацию для землян, да? Если вы хотите умереть в день и в день, то они пользы не принесут. Почему-то эти картины медленно завоевывают свою аудиторию. Мне бы хотелось, чтобы их знали больше людей. Потому что мной волнует другое. И потому вам ответ о контактах. Мы приходим к тем, кто готов, кто зовет. Вы спрашиваете, почему не приходим к великим людям? Да. А вы знаете, приходим ли мы или нет. Представьте. Великого, кричащего на весь мир, что он виден с планетянами. Он разговаривал с духами. Он останется великим в вашем понятии. Но почему они тогда скрывают это? А мы простые, смертные. Вам ничего терять. Первое. И второе. Многие из вас принимают эти контакты за миссию. Вам играет эгоизм и всеголюбие. Хотя многие контакты имеют обратную цель. Показать ваше падение. Чтобы вы заснулись и захотели подняться. Потому Россия страдает. Потому она и падает. Чтобы увидеть свое падение. Спрашивайте. Если мы задели великих, то они могут воплотить полученные знания от контактов в дела, в открытие или в политику? Да. Они это делают? Да. Но не афишируют? Да. Ельцин подобный, как контактер? Насчитательный купца. Хорошо, спасибо. Первое. И второе. Да. В одной из ваших статей была фраза, что он охраняем судьбой. Но вспомните. Назвыли было где-то, что он избранник? Да. Но он не избранник. Он охраняем. Но вы охраняем и все. Мы говорили вам, что идет великая борьба. И говорили вам, что вы все являетесь центром этой борьбы. Ибо борьба идет не за человечество, а за каждого из вас. Но чаще всего вы пассивны в борьбе и принесете помощь. А стоит ли нам на нашем уровне в газетах нести это людям? Рассказывать? Мы говорили вам, творите свое дело. Но если это будет непонимание и нас в итоге обзовут шизофрениками. Многие приходили к вам и вы их уничтожали. Вспомните, пророк, но не подумайте о себе. Спасибо вам. В целом, вот целом. Человек способен предотвратить гибель планеты? Говорили вам, пожалуйста. Есть. Да. Хорошо, скажите. В одном из контактов вы говорили, что мы – это вы, вы – это мы. Ну, я не думаю, в обществе. Я хотел узнать. А в вашем миру есть ли такое общество и по каким законам оно живет? Мы говорили вам, что мы подобны с вами. Вы живете в физическом плане. Вы пользуетесь. Мы говорили вам о первых трех физических. О борьбе между третьим и четвертым. И далее ваше понятие идут тонкие миры. Вы должны помнить. Далее борьба идет между этими мирами для того, чтобы не не уничтожить физический мир, а чтобы он увидел тонкий и слился с ним. Далее, да, у нас есть понятие об обществе. У нас есть законы. И мы чаще несем наказание за контакты с вами. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, если у нас в обществе какой-то индивидуум мыслит не так, как хотелось бы обществу, если он несет наказание. Ну, скажем, в прошлое время, есть же годы на костре, проклемяли и так далее и тому подобное. А какое отношение проявляется каким-либо индивидуальным, если они у вас есть? Как общество к нему проявляет отношение? Первое. Движет история не то, что вы стоите посередине, что от вас сегодня двигает. Индивидуум, ушедший вперед, вспомнил всю вашу историю. Индивидуум двигал вами. И вы говорили о подобном? Да, у нас тоже есть общество. У нас есть индивидуум. Но в вашем понятии. Только в вашем. Мы можем объяснить духовное вам. Уж у вас нет слов. Или их нет у переводчика. Далее. У нас есть индивидуум. Мы говорили вам о вечности. И говорили вам, что мы сошлись мгновенно. Но с вами говорит один индивидуум. В вашем понятии, но с реакторнация. Спрашивайте. Скажите, возможно ли нашими силами ВОСК и группой изучения на маленьких явлениях пробуждать сознание людей для борьбы за свою планету, за экологию? У вас интересный вопрос. Что проживляется центром борьбы? Почему вы не слышите? Мы так себя не ставим высоко центром борьбы. А вы и не ставьте. Уж у чаще. Вы ведете себя пассивно. Далее. Настоящие подвиги совершаются в тишине, но не во славе. А вы можете подсказать плодотворную идею статьи или цикла статей на тему экологии земли и пагубности? Можно с вами в этом плане обговаривать? У вас уже создано множество статей и хороших, и плохих на этой теме. Много ли они помогли? А если мы дадим? Что изменит? Ну, вдруг еще будет более убедительная... Как убеждать вас? Даже Христос пришел к вам и не стал убеждать вас. Да, вы правы, мы непредсказуемы. Вы верите только в то, что хотите. Никакие доказательства не проебедят вас. Скажите, а можете вы назвать факт, дать свое видение надвигающейся катастрофы земли, чтобы подготовить серию статей на эту тему? Может, этому следует посвятить специальные беседы с вами? Мы говорили вам о конце света, говорили вам, что он в ваших руках. Мы говорим далее, что пойдет время, и ваш щит будет разрушен, и у вас уже есть какие-нибудь описывающие это. Вы можете назвать? Вы называете это фантастикой. Угу. Мы говорили вам, что как таковое в жизни существует, ведь вы подумайте, чем является фантастикой. Это предвиденное, скажем так. Ну да, чаша искаженная, неволирована, и многие боятся писать правду и приукрашивают. В данном этапе религия необходима человечеству, если вы сами спокойно отходитесь без нее. Вы не правы. Мы говорили, что у нас нет ваших богов, но вы не спрашивали о наших богах. Угу. Простите, просто в контакте вы сказали, что у вас нет бога. В вашем понятии нет. Вы не внимательны. Вы не внимательны даже когда, когда услышали ответ. Угу. Угу. Но какая из религий индуистская, ислам, католическая, православная наиболее верна по своему содержанию и по воздействию? Мы говорили вам, что реальность – одно из способов видения. Религия – одно из способов видения. Любая религия верна. Есть она завершена цель. Ну а воздействие православной семьи… Мы говорили вам, что любая религия – это видение. Одно из видений. И говорили вам о фанатизме. Вспомните. Любая религия может понести зло, но и понесет добро. Все зависит, как вы будете действовать. Вспомнить христианство пришло к вам зло. Даллы. Вы сейчас опираетесь на него. У вас идет борьба. Духовная. И вы видите ее. И она ищет поддержку. В христианстве. Это ваш путь. Силатись на родном языке. Разговаривать легче, чем нужно по чужому. Есть любые христианы. А чем другие религии? Это будет попытка положить на чужом языке. Но думать вы будете все равно на своем. Спрашивайте. Интересно объясняется. Мы очень удовлетворены этим. Скажите. Есть ли у земного человека предопределенная судьба или все это вероятностная схема? Мы говорили вам. О будущем. Что мы называем его. По двум причинам. Первая. И главная причина. У вас своя дорога. Она своя. Если мы вам скажем будущее, то упадет и наша дорога. Это наказываемо и для вас, и для нас. Вторая. В какой-то мере мы можем только дать направление. Чтобы вы меняетесь. И подсказуемо. Но существует судьба. Это общее направление. Это цель. Это конец. Как вы дойдете. Здесь множество путей. Но. Никогда не ищите. Будущее. Чтобы вы будете идти уже по песням. Вы должны сами на эту дорогу. Нет. Нет тропинок ведущих цели. Где вы пойдете. Там и будет тропа. Скажите. Вы все время повторяете, что мы идем. И значит все до конца. Так все таки. Получается так, что конечная остановка есть. Нет. Вы выбрали цель. Но мы не говорили, что это последняя цель. Ага. Хорошо. Имеет ли основание научную подоплеку? Наука хиромантии. Да. Она старается. Объяснить. Случайности. Которых не существует. Но неужели сочетание полос на ладонях несет исчерпывающую характеристику о человеке и его судьбе? Нет. Она несет исчерпывающую. Скорее, это исчерпывающая формация о прошлом. А зная прошлое, можно вычислить и будущее. То есть прошлое оставляет следы на ладонях человека, да? Да. Простой пример. Возьмите руки интеллигент рабочего. Конок рождается уже с готовыми линиями. Может он из той жизни их уже приобрел и несет. Мы так понимаем? У вас называется кармин. Угу. Мы сказали вы, что руки нет от прошлой. Но по ним можно вычислить будущее. Но только вычислить дату предположения. На чаше. Запомнив его, вы верите с подписанными, что нельзя делать. Там исследователи аномальных явлений изучать хиромантию. Угу. Скажите, если хиромантия предопределяет судьбу, не означает ли это, что с ней бесполезно вступать в борьбу с судьбой? Вы не внимательно. Мы вам сейчас только что ответили. Да, вопрос был заранее подготовлен, извините. Что лучше? Знать о себе по руке или ничего не знать? И это ответили вам. Если вы узнаете, вы будете действовать. Потому что узнали. И не найдете нового, не создадите новую тропу. Вы просто пройдете по тропе гадалки. Только всего. Но вы должны пройти сами. И сами должны создать тропу, чтобы прошли прошлое. Хорошо. А астрология это наука или шарлатанство? И да, и нет. Это одно из видений. Но чаще. Для вас это шарлатанство. А на самом деле? На самом деле. Йозды не так часто говорят от индивидуума. Угу. Но многие астрологические прогрозы не сбываются. То есть они и неверны. Мы ответили вам только что. Клибо известным вам признаком о характерах. О характерах. О характеризовать нас, людей. Губина, Беримова, Харитонова. Мы делали это. Вы бы это недовольны. Далее. Мы говорили. А постоянно? Резко перескать сюда. Хорошо. А какое влияние оказывает движение планеты на человека? Человека. Человека. Мы говорили единственное. Мы говорили это единственное. А вы спрашивали. Обучение. Поняв, что это единственное. Теперь подумайте. Если всё единственное. Любое движение влияет. Вы разговаривая. И даже мысль влияет на движение звёзд. Я дал вам ответ. И ещё раз так вот. Значит, астрология в какой-то степени верна? Да. Мы говорили вам. Что не всегда звёзды говорят о индивидууме. Мы говорили вам, что множество действует на движение звёзд. Вы сможете найти движение, создавшее вами. Как повысить эффективность исследовательской работы в лоской группе в причине аномальных явлений? Вы на пути к этому? Или... Работайте. Почему вы хотите всё? Получить за чужой счёт? Вы хотите увидеть чужими глазами? Вы хотите слышать чужими ушами? Вы хотите нести чужие мысли? Почему? Мы должны пойти и к вам. Да не спасите. Дайте мне вашу силу. То, что потеряли вы. Что променяли на то, что называете сейчас жизнь. А вы спрашивайте меня. Да. Мы хотели бы с вашей помощью выйти на более высокий уровень исследований аномальных явлений. Я изменил ваше движение мыслей. Но это будет не сразу. Вы получите другой зараз. И только тогда. Спрашивайте. Хорошо. А может ли получиться контакт личного велимого от меня? И надо ли мне к этому стремиться? Вы хотите сказать, что кажется твоей стезя? Это моё будущее или это... Что? Это от вас. Ляжьте и пробуйте. Если вы услышите, то будем говорить. Мы слышим вас всегда. Но вы не слышите нас. Иногда вы слышите нас. Это вы делаете. Или видите нас во снах. Или мы приходим к вам к вещам, которые заставляют вас помнить что-то. Мы приходим к вам к чувствам. Но вы не знаете, что пришло к вам. Вы думаете. Воспоминания. Тоска. Ностальгия. Вы подумали много, что я имел, чтобы сказать правду. Мы говорили вам о камне. Вы не помните. К сожалению, да. Вот о камне сейчас я... Часто обращаюсь к этому своему воспоминанию. И не могу вспомнить, что с ним связано. Вы ищите. И запомните, что я сейчас сказал вам. Теперь о характере. Вы хотите узнать о себе. Скотел глядя в зеркало. Но поймите, чужой вам скажет только то, что он видит. Ваше настоящее, внутреннее. Он не видит. Вы должны это видеть сами. Мы можем сказать вам, кто вы. Но что это понесет вам? Разочарование? Или обиду? Да. Да. Это неправильно оцениваем. Вы говорите когда-нибудь о полете, но с возвратом в другой мир или в другую планету именно Белимова. Когда это произойдет? Мы говорили вам, что вас интересует физически. Мы говорили вам, ляжьте и услышьте. Мы говорили вам, что мы живем в том мире, куда они летят. С вами надо договариваться о полете на другую планету, так? Нет. Дисказание. Один из впечатляющих, доказательных моментов общения с высшим разом. Один. Восемь. Что можно сегодня прекратить? Про прогнозы. Можете дать прогноз на 94-95 года? Вкратце. Мы говорили вам о будущем. Мы говорили вам вкратце. Что идет борьба. И она уже сточится. Мы говорили вам в прошлом. Что? Физически вам появятся труды. Скажите, я такой вопрос. А вот кто, допустим, не верит, что ему будет физически трудно, там и не будет физически трудно? Это не зависит от вас, уверен. Первое. Второе. Для многих боль и физическое трудно осуществляется от рождения. Но вы понимаете это об изображении? Для многих. Для многих. Битва. Это радость. Радость победы. И даже мышцы, уставшие. Настолько-то радость. Хорошо. Ваше отношение к Библии вкратце. Полезно для человечества? Да. Вы повторяете. Кто автор или авторы Библии? Авторы. Их много? Да. Верно ли, что в Библии зашифрованы все знания человек цивилизационных? Не все. То есть, со временем Библия устареет и понадобятся новые документы? Мы говорили вам о рождении Нового мира. Согласитесь, в Новом Библии будет и Новая Библия. Далее. Понял, логично. Ранее Христа приходили. Что? Они устарели? Вот они впитались, видимо. Как продолжаем. Сейчас Новая Библия для новой расы уже пишется? Да. И кто этим занимается? Такие же контактеры? Нет. Ученые? Нет. Она пишется всеми вами. Она пишется о жизни. И придут люди, и будут писать. Но будут писать не они, а жизнь. Имя. Настя. Ученые? 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 Мы говорили вам. А вас? Мы спрашивали вас, кто пишет статьи, где? Ну, мир, но... Мир воздействовал на вас. Вы приняли его и пишете. Вы согласитесь, что начало было все-таки в мире. Угу. И вы лишь только написали. Но это тоже надо уметь. Надо уметь принять. Мы говорили вам. Ляжьте и услышьте. Вы не слышите, но вы слышите другое. И это ваша стезя. Хорошо. Он может и попробовать лечь. Верно ли предположение, что объявляет это инструкция человечества от иных цивилизаций? Нет. Это не инструкция. Первое. Второе. Мы говорили вам. Инопланетяне подобны вам. Тех, кто не знает техники. Скажите, чем? Только техники. Не больше. Только тем, что вы имеете силу, механизированную. И все. Не более. И насколько бы они не были умнее вас. Душа. Умение управлять ею. Вот что главное. Хорошо. Есть в Библии. Была написана. В вашем понятии инопланетянами. Они бы написали многое другое. Далее. Не все сказано в Библии. Сказано только начало. Далее. Мы говорили вам, что у нас нет ваших богов. Но мы говорили, что у нас есть свой бог. У нас есть своя Библия. У вас своя. У вас начало. А нам нельзя никогда познакомиться с вашей Библией? Нет. Мы ее не поймем? Да. У нас другое понятие о жизни. И мы пользуемся переводчиком. И чаще всего нам трудно работать. У него нет или понятий, или слов. Далее. Согласитесь, что говорили не мы, а переводчик. Мы даем ему картины. Мы ему показываем. Мы его ведем. И он находит слова и говорит. У нас нет ваших слов. Мы только ему показываем. Многое он помнит. Многое нет. Спрашивайте. Скажите, я лично не могу осилить Библию. Мне она как-то неинтересна. Оправдана ли то, что Библия слишком зашифрована? Нет. Не оправдана? Она не слишком зашифрована. Первое. Второе. Вы ищите математические закономерности в ней. Вы опять хотите создать новый технический протез. Поймите душой. И тогда цифры все пойдут к вам. Но, к сожалению, тексты Библии можно толковать по-разному. Чаще всего неверно приблизительно. Согласитесь, это для Библии... Мы говорили вам, что дольше всего сохраняются легенды и сказки. Вспомните, если мы напишем современным языком, будущие поколения не поймут нас, ибо многие слова устареют, и взгляды их будут другими. У многих материалистов Библия как раз и отталкивают своей сказочностью, наивным изложением. В чем правота и смысл подобного изложения? Мы ответили только что. Ну, извините, вопрос готовился заранее. Предсказываю, что в ближайшее время землянам придет новая религия. Это действительно будет. Мы ответили вам о новой Библии, о новом времени. Это не будет новой религии. Это будет продолжение учения. Обучение вас. Первое. И второе. Придет не одна религия. Придет одно знание. Но увидите по-разному и снова создадите множество религий. Это наш крест и ошибка. Так не следовало бы посмотреть. Это не ваш крест. Это ваша ошибка. Но. Ошибается все, кто что-то делает. И не ошибается ли столько тот, кто не делает ничего. Вы ребенок, начинающий ходить. Чаще вы падаете, но все-таки вы начинаете. Но верно ли то, что новая религия придет из России? Мы говорили вам, что вы станете духовным центром. Вы невнимательны. И потому вы несете большие страдания. Да, Россия станет центром вашей земли. Как ранее были другие страны. И теперь подумайте, зачем я вам сказал это. Вы можете в высших периодах. В России рождается новая религия. Вспомните, где рождались старые, в вашем понятии, религии. Когда это было. В каких странах. И вы найдете многие ответы. Но нужна ли землянам религия? Это не отсталость мышления? Это одно из видений. Вы больше верите в сказки. Вы ищете надежду сказок, мечты сказок. Религия. Религия. Одна из сказок. Которая несет знания. Ты положен, что человек увеличивает свою энергию, если мало спит? Нет. Мы говорили вам о фанатах. Это относится ко всему. Правильно. Да. Ну, тогда, получается, опять держись серединой. На пути. Нет. Мы говорили вам идти. Фанатизм говорит, что любая цель обрадует любые средства. Мы же говорили вам обратное. А может ли цивилизация иная подсказать человечеству способы лечения онкозаболеваний? Вы создали свои способы. Вы отрицаете их. Но они пока не эффективны. Разве? Вы пробовали все способы? Нет. Вы знаете, как уничтожить эти болезни. Вы знаете, как их убить. Но не применяете. Почему? Вы знаете о 42 градусах. И вы даже знаете, как создать, чтобы не уничтожить свои ткани. Какая разница? Вы будете отрицать и наши советы, и то, что создали вы. Вы бы смогли пропагандировать вашу подсказку, допустим, от термолечения? Спрашивайте далее. Скажите, с кем происходит общение верующих людей? Кто отвечает за исполнение молитв? Поймите, если к вам придут и скажут, что видели Христа, не верьте. Чаще приходит злое в образе добра. Первое. Второе. Да. Вы верите в религию и часто нарушаете ее завет. Но молитесь иконам. Молитесь, если они помогут вам. Но если вы без иконы не видите Бога в себе, то нет вас Бога. Хороший ответ. По нашим данным, на Земле действуют агрессивные силы из параллельных миров. Как нейтрализовать непрошенный контакт? Идет борьба. Первое. Второе. Как вы нейтрализуете контакт с нами? Да, вы правы. Пока мы и не хотим этого. Скажите, а египетские пирамиды кто создал? Вы. Какой цель? Величие. Угу. Показать свою мощь. Ну, говорят, мы там зашифровали большие знания. Мы говорили о величии. Согласись, что Декар не построит их. Угу. Ну, главное, сейчас мы не можем это построить. Значит, получается, раньше мы были более... Мы говорили вам, что вы потеряли силы. Вспомните. Мы приходим к вам и спросим, дайте нам силы, которые потеряли вы. Вы помните? Мы говорили вам об осколках. Вспомните, мы говорили вам о могуществе, погубившую себя. Спрашивайте. Спрашивайте. Скажите, а на Марсе тогда был в телескоп обнаружен шфинкс. Это природное творение или как? Или тоже его кто создал? Это игра природы. Но мы говорили вам, что жизнь существует везде. Угу. Ну, что, в Марсе обитаем? В вашем понятии нет. Нет. А приморение канала это тоже природное явление? Или творение... Нет. Это творение ушедших цивилизаций? Да. Там тоже жили люди телесные, так сказать, в нашем понятии? Мы говорили вам, что сейчас приходит время, конца света. Подумайте. Мы говорили вам, что это начало. Подумайте, не ваше ли начало было концом света для каких-то других? Угу. Спасибо. Скажите, почему погибли динозавры и мамонты, у которых во рту осталась даже не пережеванная трава? Прошла смерть. Одновременно ко всем? Нет. Но главное, что послужило? Похолодание, космическая катастрофа или что? Вы называете это звездой возмездие. Угу. Хорошо. Скажите вот такой вопрос. Насчет времени. Вот почему в нашем понятии, допустим, когда, ну скажем, человек юный, еще в детстве, время для него очень, наоборот, дни кажутся намного короче. Время зависит от того, как вы используете, что вас понимаете. В вашем понятии время – это количество событий, замечаемое вам. Вы согласитесь в детстве. Вы обучались и видели больше, и потому вы получали больше информации, и потому вы считали время большим. Сейчас вы, считая, что знаете много, отбрасываете. Далее. Вам ранее было все новое. Сейчас все старое. Вам все надоело, и потому вам время короткое. Вы говорили о машинах времени. Вы и есть машина времени в какой-то мире. Ибо вы считаете время – это количество информации. Спрашивайте. Хорошо. Еще наше время надо. Время в нашем понятии сейчас величина, скажем так, постоянная. А возможно ли производные какие-либо от него? Это бы не логичный вопрос. Хотите получить логичный ответ. Вы спрашивали, почему время большое, длинное, короткое, в детстве, и теперь. Время не может быть постоянным, нигде и никогда. Для каждого время свое. Лишь только мера отсчета. Может быть постоянным. Так. Контактеры из Сальска с Шапошником сообщили о прилете второй Луны, которая вызовет большие катастрофы на Земле. Так ли будет? Будет ли это? Мы говорили вам о щите. Помните? А вы говорили о звезде возьмите. Ну спросите его, для чего пришла вторая Луна? Она еще не пришла. Придет может быть? Спросите, для чего? Чтобы получить новый щит? Израиль это сильнее от другого мира? Спрашивайте. Спрашивайте. Скажите, а вот, значит, наши ученые наблюдают непонятное тело между Луной и Землей. Назвали его Черный Принц. Вот. Это что? Существует какая-то большая субстанция между Луной и Землей? Нет. Даже по вашим размерам она имеет маленькую. Да. Многие теории верны. Вы считаете, это кораблем пришельцев. Здесь вы не правы. Это был дом. Чей? Они скажут. Хорошо. Мы когда-нибудь узнаем таймы Черного Принца, который, кстати, вращается в обратном направлении, нежели все другие спутники? Да. Вы узнаете. Это не скоро будет? Вы сперва познакомитесь с хозяинами этого дома. И они сами расскажут вам. А они там существуют, хозяин? Вон обитаем? Спрашивайте. Интересно. Скажите, от чего зависит продолжительность жизни каждого человека на Земле? Много причин. Одна из них. Увидев цель и придя к ней, он уходит. У каждого человека своя цель или у людей общая цель? Познавь о ваших заповедях. И почему? Заметьте. Заповедь о любви. Одна из заповедей. Вы тогда познаете многое, и у вас не будут пустые вопросы. Одна из заповедей. Но получается, что человек даже случайно попал под машину, и это закономерность. Неужели ничего совершенно случайного нет в мире? Нет. Но ведь чаще всего бывает, человек умирает, не достигнув своей цели, допустим, скажем, которые он сам лично познает перед собой. Первое. Первое. Как вы можете рассуждать о достигнутой цели, если вы не знаете, к какой цели вы идете? Второе. Идет борьба. Третье. Вы спрашивали о самоубийстве. Да. Мы скажем им, любое убийство наказуемо. Но многие не понимают этого. И решая свои проблемы, уничтожают вас. Скажите, были ли реально... Один, два, три. Мы его представляем в себе физически, он и придет. То, что мы представляем, прямую связанно, мы притянем своими мыслями. Значит, надо нам через статьи, через какую-то агитацию говорить, что нельзя. Отменяется, конечно. Нельзя, отменяется, либо в этом роде. Надо найти форму, чтобы и нас не обвинили, чтобы мы шизанулись уже. Буквально, в смысле слова, от нас прямую сейчас зависит, какой он придет. А потом смотри, вот я в том контакте не понял. Вот я, может, разговор у вас был до этого. Что они говорят по поводу того, что придет человек, скажет огонь или что-то там. Или типа огонь. Фаер, допустим, или что-то, да? Да, именно фаер и атомные боги полетят. Потому что, смотрите, и на прошлом контакте было сказано, что Христос в вас. Вот эта вся вот энергия, которая, когда нам будет очень плохо, мы будем молить Бога, и Он из нас придет. Он воплотник, короче, родится другая. Человек, которого мы родим, всем миром родим, так сказать. Не поможешь на это зачатие. Мы, всем миром родим, потому что вам будет так хреново. Ну попробуем, мы до последней черты придем и все не поймем. Надо же сейчас все такое. Ой, я тут такое увидел, что действительно, если не изменить, если мы ничего не будем делать, будет катиться все в тартары. Потому что люди, действительно, они все перед первым делом, думают о физическом плане, что конец света, который просипляет буквально. У нас буквально просто убийство. Я лично это не увидел, то что, скажем, мы тут только лично трое нас, или четверо там заинтересованное напрямую от нас все зависит. Они, по-моему, четко сказали, как думают люди, так и получат. А как они думают? Слушай внимательно. Ну иди, расскажи мне. Ну а это, что там, старик опять был. Мы о Шамбале не говорили, значит, и нынче ей был в горах. Но мы говорили, наверное, на философские проблемы. Это самое. Какой-то мужичок. Я запомнил, что это я и есть. Типа, что вы, что ли? В общем, очень популярный такой, значит, считается этим самым официальным пророком, как говорится, и это самое. Да без отца молодого. Как могу только рассказать. Во-первых, как я еще не очухался. В общем, довольно-то официальным. Считается там, значит, новым, это самое, на стороне, там, богатых и так далее, тому подобное. Богатых? Ну да. Ну, преуспевающих, ладно? Да, преуспевающих. Он сам довольно-то богатый человек, значит. Вот, ему это приносит там удовольствие, потому что ему какие-то свои цели там двигает им. Вот, и он как-то, значит, попадает в какую-то, получается, как-то аварию, что ли, попадает, да? И вот он как в больнице, а вроде бы он как в больнице, а тело, получается, где-то... Улетает, короче. Улетает, и, короче, перед ним стоит Господь и говорит, ты пришел на землю пророком, называешь себя пророком, даже не знаю обо мне. Хорошо, ты будешь пророком в наказании. В общем, он возвратился на землю, и стал пророком совсем другой, и стал, короче, все свое старое. Ну, то, что заслужил, там богат, все это потеряно, все. Вот. И потом, значит, самое... Это дорога, говорит, каждому. Дорога каждому? Да. То есть, где-то сакон-то низко упали. То есть, тебе показали фрагмент твоей судьбы, какой-то прошлый. Ты пришла бы об этом во сне. Это... Гена, знаешь, что интересно? Они говорят, мы, говорит, пользуемся его языком, и мы вызываем в нем, показываем ему картины, и он просто... Да, введение. Введение, он сообщает это. Ну, ты отнюдь не... Мало на это, но пророчество было, там, и два разок. И еще, знаешь, что они сказали тоже? Вот многие вещи мы могли бы вам объяснить, но просто-напросто у переводчика нет понятий и слов об этом.